Вот так мы с сыном каждый день чистим бровка, которую нам нагребают дорожники. Возле нее мы уже плачем, потому что сил нету валуны кидать. Вот на эти кучи, которые они нам нагребли, закидывать снег. Олеся живет в своем доме. Зарядку на раз-два, бери больше, кидай дальше, делает каждый день. Труднее всего, когда по улице проходит грейдер и заваливает проезд. Но у взрослых мужчин в доме нет, вот и спасает себя самостоятельно. Третья лопата, да, это уже. Ну, пока дюжит вроде. У ребенка тоже поменьше лопатка. Да, как бы полегче. Но все равно вот эти валуны нам очень тяжело, я говорю. Ну, вот я так думаю, вот до суда-то я точно, я просто обязана чистить. Я не отрицаю. Здоровый мужик не справится, не то что женщина. И 12-летний ребенок. Ребенок у меня, говорю, горькими слезями и плачет. Я сама уже сколько раз возле этой бровки вставала и рыдала. Потому что сил нету ее очищать. В борьбе со снегом в этом году бичане проявляют завидную смекалку. В ход идет любая техника, даже металлосборщики. Эти кадры, размещенные в соцсетях, уже стали легендой. Но вот какой инструмент весной будет достоин, чтобы ему установили памятник, так это снеговая лопата. Для всех жителей частного сектора день начинается и заканчивается вот с такой зарядки. Действительно, бери больше и кидай дальше. Нынче еще и выше. Физическая активность, конечно, вещь хорошая. Правда, ломаются при такой активности и спины, и лопаты. Цены на снеговые лопаты в Бийске начинаются от 150 рублей. Есть и снегодвижки. Цена доходит до 2200. И нынче и лопаты, и снегодвижки идут на расхват. Движки. Движки – это то есть, как у нас в простонародье двигать снег. Некоторые не понимают, что такое движок, говорят всякие разные другие вещи народные. Ну вот это вот движки. Пластмассовые, деревянные, без черенка. Можем комплектовать черенком. Бывает, что лопата ломается, черенок остается. Покупаем без черенка. Если тяжелый снег, металлический предлагаем. Потому что тяжелый спрессованный снег обычной лопаткой не возьмешь. Движки тоже. Это для легкого снега. Но если вы не поленились и не накопили его за два дня, этот снег, то движок, конечно, не возьмет. Но в этом году это вообще хитящим продаж, так сказать, можно. Данный факт означает только одно – не берегут бичайни спины. Но снега в этом году столько, что и за помощью к частным предпринимателям приходится обращаться. Услуги на рынке предлагаются разные. От ручной уборки до механизированной. Дергаешь ее за стартер. Заводишь. Как переключили, есть. Все, вот две ручки. То есть снег включает и поехали. То есть ручки. Большое преимущество дает. Ей можно чистить там, где не почистишь трактором. Если снег слежавшийся, такой уже, который, ну, лопатами накидывали, там приходится вдвоем работать. Потому что, как бы, он чистит, все нормально. Но надо лопатой расшурышивать такой жесткий снег. То есть вдвоем, когда работаешь, и слежавшийся снег объемом большие – 700 рублей час. Если свежий снег, как бы, вот, допустим, вот как вот здесь вот это, вот такая работа – 500 рублей час идет. Сегодня объявлениями о предоставлении услуг по уборке и вывозу снега интернет просто пестрит. Предприниматели не спекулируют, но цены на рынке разные. В среднем час ручной уборки – 300 рублей, час работы техники – в 3, а то и в 5 раз дороже. Вывоз – отдельная история. Набираем один из предлагаемых номеров. Услуга самосвалового сколько стоит час? Полторы часа. А за погрузчик надо будет отдельно платить, да? Ну да. И сколько будет погрузчиков? Такая же цена – полторы тысячи час? Ну, полторы тысячи сход, то есть, как бы. Я приехал, время пошло, и все, как бы, там, 2 часов, 2 часа не хватало. А выше, если, допустим, везти далеко? Вы же ведь ввозите на общие площадки складирования снега? Да, то есть, как бы, куда попало, не вывозишь. На отведенные специальные участки, то оно как-то сейчас надо уточнять, там, завалено все, вывозит, не вывозит. Золотыми сугробы получаются. Полная очистка даже небольшого участка вместе с погрузкой и вывозом снега. Дабы весной не затопил, домовладельцу придется выложить от 7 до 10 тысяч. Все зависит от объема. При этом ждать помощи ниоткуда. На чьей земле – того и снег. Олеся Бессольнова в главные помощники для себя выбрала лопату. Нанимать никого не планирует. И таких бичан, которые выживают в снегу самостоятельно, сегодня в нашем городе большинство. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Будни.